Добрый день, уважаемые друзья! Я приветствую вас и прежде всего хочу поздравить всех с Днем Российской Науки, который отмечается сегодня, который стал одним из поводов нашей с вами встречи. Сегодня мы будем говорить на тему, у которой, уверен на 100%, спикеры, наверное, как-то потом поправят и скорректируют мое мнение, может быть, и мнение зала. Ответ на эту тему, мне кажется, не существует, и все-таки надо пообсуждать. Называется технология счастья. Я представляю наших спикеров, которые нам помогут все-таки найти ответ, или, по крайней мере, зададут тренд в поиске этого ответа. Это доцент, кандидат философских наук кафедры социальной философии, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Полина Сергеевна Котляр. И психолог Ольга Викторовна Камаева. Спасибо, что нашли время в этот рабочий день прийти к нам и побеседовать на тему счастья. Но прежде чем мы начнем разговор в качестве такой актуальной затравки, введения в тему, введения в проблему, как ее видят многие специалисты, не скажу, что все, но многие, я предлагаю посмотреть фильм, подготовленный нашими коллегами с телеканала «Культура. Технология счастья». Спасибо. По данным британского отделения Красного Креста, в Соединенном Королевстве около 9 миллионов человек, а это каждый восьмой, жалуются на одиночество. Для борьбы с этой чумой цифрового общества в Великобритании даже создали специальное министерство одиночества. Экраны цифровых девайсов, черные зеркала стремительно затягивают нас, лишая привычной социальности. Автор метафоры «Черное зеркало» британский писатель-сатирик Чарли Брукер объясняет. Если технологии – это наркотики, а они действительно похожи на наркотики, то будут и побочные эффекты. Эти эффекты каждый уже ощущает на себе. Мы оказались в мире, где количество неопределенности, непредсказуемости таково, что, кажется, и ценностей никаких не осталось. И нет – хорошо и плохо. А может, нам пора остановиться, оторваться от собственных черных зеркал и задуматься, как сохранить свою индивидуальность, личностные ценности, саму человечность в новом цифровом обществе, в котором мы живем уже сегодня. А зачем вообще нужны новые технологии? Ответ, казалось бы, очевиден. Технологии создаются для того, чтобы изменить мир, сделать нашу жизнь лучше, комфортнее, содержательнее, в итоге счастливее. Но что же такое счастье и чем его измерить? Как быть счастливым сегодня и передать это ощущение будущим поколениям? Помогают ли достижению ощущения счастья новые технологии, или они изменяют само это понятие? Счастье есть смысл и назначение жизни. Единственная цель человеческого существования. Аристотель Зыбкость термина «счастье» всегда доставляла немало проблем тем, кто решил заняться изучением этого эмоционального феномена. Ребенок, подросток, взрослый человек, старик опишут ощущения счастья по-разному. Новая игрушка, первая любовь, повышение по службе, здоровье и благополучие близких людей. В разные периоды жизни счастье может зависеть от очень разных вещей. Но что, если бы мы увидели жизнь полностью? Что тогда оказалось бы для человека самым главным? На что действительно стоит потратить свое земное существование? Одно из самых известных и масштабных исследований на тему счастья – Гарвардское исследование развития взрослых людей. Оно стартовало в 1938 году и продолжается до сих пор. На протяжении всех этих долгих лет ученые, сменяя друг друга на исследовательском посту, внимательно следили за жизнью двух групп мужчин – студентами престижного Гарвардского университета и мальчишками из беднейших районов Бостона. Около 60 участников эксперимента все еще живы и до сих пор участвуют в проекте. Хотя многим из них уже за 90. Каждые два года наши сотрудники звонят им и спрашивают, можно ли им прислать очередную анкету с вопросами об их жизни. Психиатр Роберт Уолдингер – четвертый руководитель этого уникального проекта. О его главных итогах он рассказал в своей публичной лекции в рамках проекта ТЭП. И что же мы узнали из десятков тысяч страниц информации, накопленной за годы исследования? Главный урок, представьте, никак не связан ни с богатством, ни со славой, ни с усердной напряженной работой. 75 лет изучения позволяют совершенно определенно сказать – здоровыми и счастливыми нас сделают в первую очередь хорошие отношения. И на этом можно поставить точку. Единственное, что на самом деле имеет значение в жизни – это отношения с другими людьми. Гарвардское исследование. Казалось бы, новые цифровые технологии предоставили человеку фактически неограниченные возможности для общения, а значит и для развития наших отношений с другими людьми. Мобильный телефон позволяет нам в любой момент оставаться на связи. Скайп и Фейстайм – не только слышать, но и видеть собеседника. Социальные сети отслеживают буквально каждый шаг из жизни друга. Однако не всё так очевидно. На самом деле речь идёт о глубине отношений. Чем определяется глубина межчеловеческих отношений? Нам кажется, что хорошие отношения – это просто я кого-то люблю, кому-то хорошо отношусь. Но это литература. На самом деле глубокие отношения – это когда я знаю про личную ситуацию этого человека и его отношения с другими людьми. А для этого он должен мне про это много рассказывать. У меня на это должно быть время. А вот со временем у всех нас сегодня как раз большая проблема. Привет, как дела? Услышать ответ уже нет времени. Где уж тут вникать в чужие проблемы. Нас формирует культура. Культура переживает радикальную трансформацию. Мы в год многократно увеличиваем объём информации, которую человечество создало за всё своё время существования. Вот эта самая информационная среда, информационная эпоха, в которую мы вступили, и нам уже из неё никак не выйти всё равно, приобретает такую силу, что, в общем, очень серьёзно стоит об этом задуматься. Мы все оказались под ударом информационной волны, которая разбросала нас по разным культурным квартирам. Даже темы для общего разговора нам найти всё труднее. Если раньше показывали Штирлица, то его видела вся страна. Почему нету сейчас анекдотов? Куда они делись? Просто нету единого информационного пространства. Раньше можно было цитировать служебный роман в любой момент, и все понимали, про что идёт речь. Это было смешно и весело. Да, мы как бы обменивались нашим опытом, нашим переживанием. Сейчас один посмотрел один фильм, другой другой, этот и этот сериал смотрят, этот тот смотрят, а тот вообще уже перестал всё смотреть, и только там, я не знаю, в интернете сидит и так далее. О чём эти люди будут говорить? Что их объединит? Увы, в культуре цифрового общества практически отсутствуют ценности, объединяющие людей. У нас реально утрачено сейчас социальное доверие. Идеологии, которые такие индивидуалистичные, все кругом враги, ты боришь за себя. Эти идеологии просто приобретают большее количество последователей. Даже на повседневном уровне заметно, что мы перестали по-настоящему взаимодействовать между собой. Мы лишь имитируем общение и взаимную заинтересованность. Общение становится действительно формальным, о чём говорят вот эти бесконечные взаимные поздравления друг к другу, когда ты утром просыпаешься, у тебя вагон смс-ок и всяких разных сообщений в разных мессенджерах, когда тебя все поздравляют с чем, кто там и так далее. Вот, на Пасху, на Новый год и всё, там, верующий ты, неверующий, там, празднуешь этот праздник, не празднуешь. Тебе все пришлют, сообщив о том, что они о тебе помнят и держат тебя в голове. Это что такое? Это не отношение. Это вот абсолютная такая вот имитация и симуляк. Но самое печальное, что теперь такую социальную аутизацию мы можем себе позволить. Мы всё меньше зависим от конкретных людей. И это тоже результат цифровой революции. Раньше все знания были распределены между людьми. Если вы хотели получить любую рекомендацию, совет и так далее, у вас должны были быть знакомые, друзья, которые способны вам эту информацию дать. Да, потому что никто не способен всю информацию держать в голове. Были женщины, которые были признанными хозяйками, которые знали все рецепты. Если вам нужно было приготовить Наполеон, вы звонили и вам говорили, что вот, делай так и прочее. Сейчас нет необходимости в этих друзьях, потому что можно просто забить в поисковике, как приготовить Наполеон, и вы увидите прям видеоролики с тем, как готовить Наполеон. Раньше для всего были нужны связи, контакты, отношения. Сегодня не только информацию, но и любые услуги можно получить, не выходя из дома, с помощью интернета, без непосредственного контакта с другими людьми. С одной стороны, упрощение нашей жизни, да, там уже не знаешь, когда новый телефон покупаешь, или там новую программу, что тебе еще за тебя предложат сделать, там слова он уже сам формулирует, и ошибки он уже сам исправляет, и можно уже перейти, да, на какие-то голосовые вещи, даже уже не надо пальцем ничего тыкать, позвал Гугл, там, или Алиса вместо тебя все расскажет. Это означает, что все меньше и меньше потребности тренировать свои коммуникативные навыки. У нас отпала необходимость поддерживать долгосрочные, взаимовыгодные, серьезные отношения с другими людьми. Социальность современная меняется категорически. Я говорю про цифровой аутизм. Позвольте, скажете вы, а как же сотни, тысячи, а у некоторых даже и миллионы друзей в социальных сетях? У всех ощущение, что у них огромное количество друзей. Но правда состоит в том, что это наши выдуманные друзья. В социальных сетях вы видите только профиль человека. Вы не видите людей, которые его окружают, которые создают напряжение в его жизни, которые создают счастье в его жизни. У нас как бы люди превратились в фантомы. За ними не стоят их жизненные истории. А вот это уже очень серьезно. Ведь наше мышление глубоко социально. Эволюционная интеллектуальная функция мозга вырабатывалась как инструмент налаживания сложных социальных отношений в большой стае. Есть такой знаменитый термин, называется число Донбара. Профессор Донбар из Оксфорда провел сравнительный анализ 38 видов приматов и доказал, что объем коры головного мозга напрямую зависит от средней численности стаи, которую эти животные образуют. Для того, чтобы держать других людей или обезьян в голове, нужно больше коркового пространства. И мы обезьяны с самой большой корой, потому что у нас самые большие стаи. Число Донбара – максимальное количество людей, с которыми человек может поддерживать стабильные социальные отношения. Он вычислил, что количество людей, с которыми мы способны поддерживать человеческие отношения, составляет всего 150 человек. Но это не все. На самом деле у нас только пять самых близких людей. И вот от них, как от таких семейств, растут окружающие нас другие люди. И чем эти семейства объемнее, тем наше мышление глубже и серьезнее. Сейчас получается, что эти 150 человек, которые раньше были вот такими семействами, сейчас превратились в единичных персонажей. И в результате мышление человека становится поверхностным. Потому что он не способен думать про ситуацию уже сложно. Я искала в интернете недавно для курса по общению какую-нибудь красивую цитату про общение. Ну вот того же уровня, что это единственная настоящая роскошь на Земле. И нашла фразу, ну потом, честно, там было написано, что ее приписывают Эйнштейну. Так что не будем утверждать. Но если Эйнштейн, то красиво. Что если технологии будут развиваться такими темпами, а это, значит, первая половина 20 века, то мы скоро получим поколение идиотов. Сегодня всем очевидно, что во владении цифровыми технологиями наши дети нас опережают. Они их усваивают раньше, быстрее и понимают в этом лучше. А вот с живым общением испытывают реальные проблемы. Все там начинается в семье, но семья же тоже подвержена влиянием, и она тоже живет в цифровом мире. Сейчас мама берет планшет и дает ребенку планшет. Очень рано. И дети же раньше сейчас научаются пользоваться планшетом, чем они научаются говорить, и тем более уж там писать. Но интернет дает выстраивать такую очень серьезную ловушку. Что здесь важно понимать? Значит, мы рождаемся с вами с огромным запасом нейронов. С огромной массой нейронов. И в течение нашего взросления количество нейронов в нашем мозгу уменьшается. Они гибнут. Какие нейроны гибнут? Гибнут нейроны, которые не получают внешней стимуляции, а наоборот разрастаются и усиливают свои связи те нейроны, которые получают бесконечную внешнюю стимуляцию. Вот очень интенсивная такая стимуляция, очень специфическая, в значительной степени за счет цифрового контента, который дети потребляют. Значит, мозги программируются по-другому. Уже сегодня классическая ситуация, когда люди собираются в одном месте и прекрасно проводят время, не сказав друг другу ни слова. Для людей старшего возраста эта история кажется анекдотичной. Для молодежи это реальная картина. Дети рассказывают родителям, как хорошо они пообщались в компании. А о чем говорили? Да ни о чем. Играли вместе в гаджеты. И вот уже многие молодые люди на полном серьезе считают, что писать друзьям сообщения куда удобнее, чем позвонить, не говоря уже о живом общении. В итоге все чаще устное обращение к человеку воспринимается как некая нагрузка на него, беспокойство или даже агрессия. Общение с человеком лицом к лицу, вот прямой контакт с человеком, это очень непростое дело. Ситуация познакомиться, установить с новым человеком контакт, входит по опросам в тройку самых таких, вызывающих напряжение у любых людей молодых. Потому что это привлечение внимания, потому что это вдруг я не понравлюсь, а вдруг страх отвержения, глубины там в этом есть всегда. И вот интернет здесь становится таким буфером. Это проще. Раньше мы часами сидели на кухне, разговаривали, спорили, общались. Раньше мы прощались до свидания, до встречи, имели в виду контакт визуальный. Сейчас все чаще говорим до связи, перезвонимся, спишемся. И уже многие замечают, что наш повседневный язык, основное средство общения, начинает постепенно меняться. До завтра. Основная функция языка, как и была функция общения, так она и осталась такой. Но дело в том, что вот это общение, в том числе и общение на языке, оно все больше перемещается в последние десятилетия в виртуальную сферу. Язык, которым мы пользуемся при общении в интернете, это совершенно новый тип языка. Он по форме-то письменный, а по содержанию-то он, это устная речь. Но ведь речь устная в живом общении, помимо вербального компонента, то есть, собственно, словесного, очень многим дополняется. Это и жесты, это и мимика, это и интонация. То есть я при помощи очень многих средств могу дать понять своему собеседнику, что на самом деле за моими словами стоит. У холодной такой, да, безэмоциональной буквенной записи таких возможностей нет. И вот здесь и появляются многочисленные средства графической выразительности, то есть, собственно, эти самые заменители жестов и мимики в письменной речи. И их огромное множество. Ну, то, что всем известно, это смайлики. И сегодня он уже, ну, можно сказать, новый знак припинания. То есть достаточно поставить закрывающую скобку одну или несколько в конце сообщения, и этот знак с одной стороны заменяет точку, а с другой стороны он подчеркивает ту эмоцию, которую пишущий вкладывает в этот текст. Относится он к сказанному там с улыбкой, иронически, или наоборот, он подчеркивает свое разочарованное, тоскливое, печальное настроение. Более того, в письменном общении, ну, скажем, при общении в чатах, да, там, в смс-сообщениях, в общем, не очень принято ставить точку в конце своего сообщения. Эта точка воспринимается как знак, да, как символ, вот, в буквальном смысле, нежелание продолжать дальнейший разговор. Я ставлю точку, значит, я своему собеседнику намекаю, что сказать мне больше нечего, и на этом я, пожалуй, хотела бы общение прекратить. И вот эта вот холодная точка воспринимается как агрессивный знак. Ее можно заменить этими самыми смайликами, то есть скобочками, которых может быть, ну, любое количество, но точно так же, как одним людям свойственно, более скупо выражать свои эмоции, другим более, быть более эмоциональными. Поэтому там, где мне достаточно было бы одной скобки, кто-то другой их может поставить восемь. Всем, кто общается в интернете, известно, что писать какое-либо слово или целый текст капслоком неприлично, потому что этот способ записи имитирует слишком громкую, слишком возбужденную, слишком эмоциональную речь. Поэтому человеку, который написал что-нибудь, выделив это капслоком, чаще всего отвечают «Не кричи на меня». Подсчитано, что сегодня около 90% посетителей сети осознанно пользуются смайлами, интернет-мемами и эмодзи. Эмодзи – графический язык, где вместо слов используется сочетание символов и картинок. Появился в Японии и распространился по всему миру. В интернете есть даже целые ресурсы, которые помогают переводить любой текст фактически на язык эмодзи. Но, скажем, есть вариант песни Земфиры, переведённые на язык эмодзи. Очень много известных языковых курьёзов, когда родители, да, не очень знающие значение какого-либо символа, посылали детям какую-нибудь картинку этих детей в недоумение приводящих. При помощи вот этой картинки адресант должен был своему собеседнику сообщить, что он пьян, и он не может разговаривать. Да, я, не заметив этой бутылки, послала это ребёнку, эту картинку, как панду, которая, ну, предположим, ложится спать. Конечно, это то, что называется коммуникативной неудачей, когда участники этого диалога не понимают друг друга. И такие коммуникативные неудачи случаются достаточно часто именно потому, да, что собеседники по-разному оценивают значение того или иного письменного символа. И вот эта письменная речь, да ещё вот этот сленг привычный, да ещё когда мне вместо своей улыбки можно просто смайлик вставить или своё выражение, свои эмоции не демонстрировать на своём лице, а вместо этого показать, что я чувствую, вот это, ну, это, как сказать, уловка, да, некий инструмент, который сначала помогает справляться с напряжением, страхом и так далее, а потом входит в привычку. Чем больше этого происходит, тем больше они теряют шанс научиться. Ведь общаться на уровне навыков этому можно учиться, но, как любой навык, чем раньше его приобретаешь и чем дольше и терпеливее, и усерднее ты его тренируешь, тем больше вероятность, что он станет уже, ну, практически твоей чертой. Они теряют эту возможность, потому что, ну, зачем мне учиться, зачем мне учиться смотреть в глаза, зачем мне учиться формулировать свою мысль развернутой, чётко, задавать своему партнёру, там, уточняющие вопросы. Я могу это всё сделать, прибегая к этим схемам. Как итог, нам с самими собой лучше, чем с другими. С виртуальными друзьями комфортнее, чем с реальными. И вот уже готов рецепт цифрового счастья. Ты заходишь в сеть и погружаешься в иллюзорный мир, который сам себе создал, из которого удалил всё неприятное, окружил себя лишь тем, что хочешь видеть и знать. Есть риск потерять, ну, что-то совершенно бесценное, то, что может дать только взаимопонимание с другим человеком, признание тебя другим человеком, реальным, конкретным, не миллионам подписчиков анонимных. И раньше не всем это было суждено. Это сложная работа, кому-то не повезло в жизни с этим. Но те, кто испытывали это чувство, они с ним, они понимают, что цене этого ничего нет. Увы, богатство выбора, информации, развлечений, виртуальных друзей сыграло с человеком злую шутку и в личной жизни. Отразилось на том, как создаём пары, как заключаем брак. Как дела обстояли в доцифровую эпоху? Выбор был небольшой. Одни вместе учились в школе, другие в институте, третьи оказались коллегами по работе, четвёртых родственники сосватали, а пятые познакомились на дне рождения у общих друзей. И вот уже два сапога пара истерпится, слюбится. Надо привыкать, входить в положение, искать компромиссы, подстраиваться под партнёра. В результате возникали крепкие браки, основанные на взаимопонимании и взаимоподдержке. Сегодня брак стоит как бы на том, что совершенно кажется парадоксальным. То есть, чем больше люди автономны друг от друга, тем более стабильный брак. Чем длиннее поводок друг к другу, тем больше шансов на длительное существование. И действительно, зачем понимать чувства другого человека, прогнозировать его реакцию на наше поведение, вникать в его ситуацию? Не нравится? Не надо? Если что-то пошло не так, то всегда можно открыть мобильное приложение, социальную сеть, один из многочисленных сайтов знакомств. И, как говорится, предложение превышает спрос. Знакомиться, встречаться и расставаться можно до бесконечности. Я заменяю глубокие, серьезные, возможно, драматичные, эмоционально насыщенные, сильными переживаниями, без этого не бывает. Я заменяю эти отношения большим количеством других, более поверхностных, более легких, из которых легче выйти, и которые требуют меньше времени. Потому что для того, чтобы выстроить глубокие отношения, надо остановиться, а нам это сделать все труднее в этой жизни сейчас. И дальше этот махарик будет только раз получать. А можно ли в интернете найти свою любовь с перспективой создания крепкой семьи? Оказывается, можно, но только одного типа. Еще в античные времена разделяли любовь на шесть основных типов. Чаще всего в эти шесть типов укладываются отношения Джона и Мэри, Вани и Тани, кого угодно. Любовь-прагма. Жесткая прагматика. Я ищу блондинку, чтобы обязательно умела борщ, и чтобы сидела дома, а она ищет такого-то и такого-то. Если любовь-прагма, интернет великолепно решает эти задачи. В том случае, когда люди не врут. Бесконечное вранье о себе, бесконечная подмена целей, причем в сторону примитивизации. Я наврал, что я ищу крепкие отношения, а потом встретился, чтобы приятно провести вечерок. Все же рисуют в социальных сетях искусственные образы. Никто в социальных сетях не постит свои фотографии. Он постит отретушированные фотографии. Человек фотографируется с яхтой, но он может... На пирсе рядом стоит, но создает ощущение, что у него там яхта. Это такая большая ложь, которую производят социальные сети. Ученые и практикующие специалисты выделяют и еще одну, мягко говоря, не способствующую глубине человеческих отношений, но широко распространенную в интернете область. Это порно-сайты из-за силе информации сексуального характера. С тех пор, как доступ в интернет стал открыт для всех желающих, началась новая сексуальная революция. Лев Щеглов. Мы сегодня сталкиваемся с диким парадоксом. Когда я начинал свою деятельность, тогда еще были уроки под названием «Этика и психология семейной жизни». Я помню эти времена, когда ты произносил слово «презерватив». Часть класса начинала давиться от смеха, краснеть. Это слово казалось символом чего-то непристойно привлекательного. Сегодня молодежь может говорить о технике секса, которую раньше не каждый специалист знал. Но при слове «любовь, нежность» их корежат так же, как вот тех в прошлом от слова «презерватив». Это очень плохой сигнал. Современные влюбленные не поют под окнами любимой серенады, не сражаются из-за нее на дуэлях. Вместо этого они отправляют смайлики в виде роз и поцелуйчиков. Даже на свиданиях влюбленные все чаще утыкаются в свои смартфоны, скроллят ленту и продолжают отвечать на сообщения третьих лиц. Да, очень иначе стали проявляться чувства. Но потребность в них одна и та же. Интимность сейчас очень в цене. Мы все ищем вот этого понимания, которое очень хорошо было сформулировано в фразе уже старого фильма «Доживем до понедельника», когда мальчик пишет сочинение о счастье в одну фразу «Счастье – это когда тебя понимают». Если у вас появится человек, которого вы сможете понимать глубоко, который вас сможет понимать глубоко, то вполне возможно, что это достаточное основание для того, чтобы в этом мире, в котором все меняется и всем на всех наплевать, наличие такого человека сделает вашу жизнь более счастливой, чем его отсутствие. Но для этого надо научиться это хранить, беречь и хотеть, чтобы было глубоко, потому что глубоко всегда больше риска, чем по поверхности. То, что культура современного цифрового мира меняется, не означает, что меняется природа самого человека. Потому что человек – это его мозг. А как уверяют ученые, наш мозг не изменился со времен Корманьонца. И он точно так же, как и раньше, испытывает потребность в безопасности, к социальном принятии и любви. Мы компенсируем недостаток настоящей, подлинной социальности, которая нам очень нужна. в противном случае мы будем в тревоге и в депрессии. Это страсть к маленьким собакам, которых там вносят с собой по жизни, мужчины, женщины. Зачем это? Это для того, чтобы почувствовать, что у тебя кто-то есть. Это для того, чтобы показаться симпатичным. Потому что это уже кажется симпатичным. Такой мимимишный персонаж. Подростки отправляют друг к другу тысячи смс в день. Что они могут сообщить ими? Они ничего не могут ими сообщить. Они просто поддерживают контакт. И он такой очень поверхностный, но все равно есть ощущение, что кто-то, я не в одиночной камере. Я даже пыталась у ребят спросить, что ты делаешь, вот ты не отрываешь глаза от телефона, вот что. Ну, просматривают ленту. У него есть ощущение все время приобщенности к чему-то такому, что происходит. А если я вот отложу телефон, не дай бог, дома его забыл или потерял, возникает ощущение выключенности из этой жизни. Там что-то происходит, а я тут ни при чем, я не в курсе событий. И это вызывает огромную тревогу. Просто ребенок вообще уже на грани невроза. Жизнь остановилась. Это связано и в том числе и с тревогой, и со страхом неопределенности, который вообще нас сейчас присутствует в жизни общества явно с избытком. То же самое происходит и на всяких разных массовых мероприятиях. Люди приходят на эти мероприятия, неважно, это концерт, какие-то гуляния или еще, чтобы просто почувствовать, что ты не одинок, создать вот какую-то иллюзию того, что ты не одинок. Раньше, чтобы сохранить впечатление в памяти и потом поделиться ими с друзьями и знакомыми, мы все и везде старались получше рассмотреть, запомнить и зачастую записать. Сейчас даже на классические произведения искусства мы все чаще смотрим через глазок видоискателя. Цифрофизация, она тотальна. Я говорю, не о картине, не преуспел, не сфотографировал, не было. У нас сейчас все делается как бы на показ. Зачем делается Инстаграм? Зачем пишутся посты в социальных сетях? Для того, чтобы продемонстрировать собственное присутствие. Я есть. В моей жизни есть событие. Это же от какой-то нехватки, от какого-то дефицита, наоборот, происходит необходимость себя демонстрировать. И дальше возникает мода на разные интеллектуальные вещи. Мода на лектории, мода на какие-то культурные выставки, культурные события. Но давайте зададимся вопросом получает получает ли посетитель таких выставок или лекций действительно какой-то содержательный опыт. Или он просто сфотографировался, написал что-то, он был на крутой лекции, кажется другим умным. И вот все вот так сообщают свои ложные избранности. Потому что реальные избранности это когда у тебя есть внутреннее содержание, которым ты можешь поделиться с другим человеком. А когда ты можешь поделиться только картинкой, только фотографией и того, как ты был на выставке, это не искусство, это не интеллектуальность и это даже не интеллигентность. Тем не менее, в последние годы среди ученых все чаще можно услышать мнение о том, что технологии, возможно, не так уж губительны для человеческих взаимоотношений. Я рассматривала интернет для общения как еще одну степень свободы дополнительную. На этот счет даже мы проводили такое небольшое, но тем не менее, исследование. Мы сравнивали общение в интернете и общение в реальной жизни. И у нас получилось, что те, кто успешен в общении в реальности, у кого есть реальные друзья, у кого есть какие-то интересы, кто помимо школы много еще чем занимается, вот они, у них и в интернете больше друзей вот этих виртуальных, интернет для них такое подспорье. А вот для тех, у кого плохо с общением, кто чувствует себя неуверенным, кто застенчивым, у кого одиноким, у кого мало друзей, для них интернет становится такой псевдокомпенсацией реальности. И там они тоже при этом получают меньше удовлетворения, говорят, что и там все какие-то вот все не те, да, они там в лучшем случае находят, вступают в какие-то группы какого-то кумира, рассматривая часами эти блоги. Ученые и футурологи верят, вскоре мы сможем общаться посредством коллективного разума, а может быть взаимодействовать друг с другом с помощью неких виртуальных сущностей аватаров в отдельно созданном идеальном мире. Если внимательно проследить за тем, как мы шаг за шагом погружаемся в интернет-реальность, то ближайшее будущее предсказать несложно. Достаточно небольшого технологического прорыва, после чего большинство из нас счастливо натянет себе на голову VR-шлем и с концами уйдет в виртуальную реальность. Будет формироваться новая культурная элита, ну и будет формироваться, к сожалению, достаточно большой слой такого планктона, незаинтересованного, такого рентного, лишенного каких-то внутренних мотиваций. Ну, другое дело, развивая позитивное мышление, может быть, им так вот они в этом будут жить, нам, конечно, видно. И все-таки дело не в технологиях, а в людях. Как тут не вспомнить Воланда? Люди, как люди, в общем, напоминают прежних. Только черные зеркала, смартфоны, айпады, гаджеты испортили их. Впрочем, пока мы осознаем проблему, есть шанс ее решить. Мы все еще сохраняем в себе способность социальности, а потому у нас пока еще есть выбор уходить в цифровую среду с головой или, оставаясь в цифровой среде, формировать глубокую и содержательную социальность, быть по старинке счастливыми, реализуясь в отношениях или покорно воспринимать образы цифрового счастья. и так, спасибо. спасибо авторам фильма, хотя в качестве затравки скажу вот что. Мне лично показалось, что авторы попытались объять необъятное, они тут все подряд смешали у них и вопрос ценностей возникал, и культурного кода, и изменение коммуникаций, коммуникативные навыки, даже термин всплывал. А потом вырулили на цифровое счастье все-таки, про счастье вернулись, вспомнили. С историей браков я вообще не очень понял, тут все очень спорно, да. Лев Моисеевич Щеглов, вот покойный, вот к сожалению, тут был участник этого фильма, вспомнил все-таки про фильм, доживем до понедельника. Кто видел этот фильм? Наверное. Вот мы четвертое видели, вот еще есть один, да, в зале. Спасибо вам. А ведь вообще очень важно, да, мне кажется, обращаться к той большой накопленной истории, в том числе зашифрованной в нашем кинопродукте, скажем так, формально. Там очень много того, что мы сейчас обсуждаем. вот я к чему хочу, ведь фильм был снят 55 лет назад. И тогда стоял вопрос, вот когда он написал, мальчик, насколько я помню, Гена, счастье, это когда, по-моему, тебя понимают, потом, по-моему, зачеркнул, счастье, это когда тебя понимают. Тогда же эта проблема тоже стояла. Никакого интернета не было. А проблема стояла острая, и фильм почему стал культовый? потому что он отозвался в сердцах всех миллионов тогда советских молодых людей, потому что они чувствовали себя недопонятыми тогда. Но я не первый был, Полонский, автор сценария этого фильма, который заложил эту фразу. Первый, это был Конфуций, насколько я-то помню. Счастье, это когда тебя понимают, большое счастье, когда тебя любят, а безграничное, как-то там у него счастье, когда любишь ты. Вот вообще-то проблема не совсем и не только с интернетом. Я бы не стал ее так упрощать связанно. Хотя приятно такой экспорт по интернету еще прошел по его. Ну, дорогие и уважаемые спикеры, помогите нам разобраться все-таки с пониманием счастья, с тем, тут скорее как технологии меняют ощущение счастья, а вообще с тем, что такое счастье, как чувствовать себя счастливым, что делать для этого, что может быть не надо для этого делать. В общем, все, все, что мог из проблем я на вас навалил. Дальше, я думаю, помогут наши уважаемые участники сегодняшней дискуссии. А сейчас Полина Сергеевна, вам слово. Ну, я вот так восприняла этот фильм. Смотрите, основной тезис заключался в том, что вот счастье есть, когда тебя понимают, то есть счастье в коммуникации. И дальше авторы постарались показать, как выглядит коммуникация в современном обществе. Здесь они обнаружили множество того, что их смущает. И в итоге пришли к тому, что давайте все-таки коммуникация реальная, она как будто бы подлинная, там все настоящее, а в виртуальной среде мы можем утерять возможность быть лицом к лицу с другими людьми. Мы всегда создаем иллюзию в цифре, а здесь только подлинность. И они пришли в некоторый такой тупик. И мне кажется, что этот фильм сразу понятно, что он был снят до пандемии. То есть в пандемии технологии как раз показали, что технология именно то, что позволяет нам оставаться со своими близкими, с пожилыми родственниками, в близких отношениях, в близких отношениях, когда мы можем быть с ними каждую минуту их жизни, то есть всегда быть подключенными. и здесь мне кажется важно для себя найти ответ на тот вопрос. Счастье это всегда вот этот поиск себя в другом человеке. Вы смотрите, тут прозвучало парадоксально, что раньше люди, когда готовили шарлотку или что-то, им надо было позвонить кому-то и спросить рецепт. Но ведь это отношение к другому человеку как к средству, а не как к человеку, который вам интересен, нравится и так далее. То есть тут тоже подмена понятий. Вот может быть изначально нам надо определиться, а что такое счастье вообще в психологическом смысле, что такое счастье для вас сегодня. Но наверное с точки зрения психологии. Я вот как философ уйду в какие-то абстракции, конечно. Нам надо усузить. Всем добрый день. Я бы сказала, что фильм называется технологией счастья, но фокус внимания был смещен на общение. И как раз мне кажется... Коммуникация, да. Тут об этом скорее речь. Коммуникация как такой главный существенный ингредиент этого счастья, без которого мы не можем существовать. И показано о том, как трансформировалось вот это общение, коммуникация. Если раньше мы собирались большими компаниями, то сейчас, чтобы узнать новости о друг друге, нам достаточно просто выйти в всемирную паутину и написать пару фраз. Другое дело, что здесь затронута важная проблема качества этого общения, качества проведенного времени. И не зря авторы фильма показывают, рассказывают, снимают молодых людей, которые нарушены вот эта диада двойная, коммуникация, когда мы наедине с друг другом, у нас прошел какой-то день, и мы можем пообщаться. А здесь показывают, что мы параллельно можем скроллить ленту, мы можем отвлекаться на какие-то сообщения, и в нашем диалоге, в нашей диаде рождаются уже триады, кто-то третий, и, соответственно, страдает наше качество общения. В этот момент мы можем упустить что-то важное, что нам хочет донести собеседник, или то, что у него произошло, он хочет поделиться этими чувствами. И есть такая достаточно расхожая фраза крылатая, человеку нужен человек, не робот, не гаджет, не телевизор, а именно живое общение, оно ничего не заменит. Да, во времена пандемии мы увидели, что как раз цифровые технологии дали нам возможность не чувствовать, наверное, ту наивысшую степень одиночества, которую мы почувствовали, если бы мы остались закрытыми в своих домах, в своих квартирах, не имея таких способов коммуникации, но тем не менее у нас всегда есть возможность наладить живое общение. И я опять подчеркну, что важно вот именно качество проведенного времени. Кто-то из вас, да, по собственному желанию захочет и станет родителями, кто-то из вас уже может быть родители, и очень важно с детьми находить время и общаться. И что такое качественное общение? Это когда ваш ребенок понимает, что в этот момент вы его родитель, и вас не отвлекает телевизор, компьютер, гаджет, соседка, параллельно может быть какая-то газета, еще что-то, планшет. То есть у вас все отложено, и в этот момент ребенок понимает, что вы здесь сейчас, вы находитесь в качестве общения, вы находитесь вот в этом контакте близком, тесном, в моменте, и ребенок понимает, что вот сейчас ему безопасно, вот сейчас его мама или папа только его, и он может поделиться. И в этом тоже фрагменте закрывается его какая-то потребность в общении, да, с близким человеком, с родным человеком, человек, который его слышит, чувствует, понимает, поддерживает, и тогда этот ребенок, например, идет в школу уже с другим настроением. И он может прийти и неосознанно сказать, я сегодня так счастлив, мы так хорошо провели время, а казалось бы, семья не ходила на аттракционы, не ходила в кино, не ходила в парк, она просто проводила качественное время. Как вот мы помним, раньше семьи встречались и могли лепить применение, могли играть в лото, и в этот момент происходило качественное общение за, получается, порогом вот этой цифровизации технологии. Спасибо. Если есть вопросы в зале, вы давайте сигнал, пожалуйста, мы, соответственно, будем передавать вам микрофон, или вы хотите высказать какую-то свою точку зрения по поводу того, что уже услышали или увидели. Ну вот, все-таки вы опять сейчас про коммуникации, причем такая спорная, опять, с моей точки зрения позиция, вот там, ребенок, когда вот, это такое чувство, он несчастье, он испытывает счастье собственника, он завладел вниманием, переключил внимание на себя и счастье в том, что все переключились на него. И потом, ну, если это счастье для самих родителей, вот, опять же, ведь вы же говорите о все-таки соучастниках этого процесса, это с одной стороны, а с другой стороны, еще вопрос возникает, не пытаемся ли мы сейчас все упростить, мы вот свою модель счастья на конец 20 века, как мы его сформировали, пытаемся сейчас вот проецировать и пропагандировать туда дальше, она всегда меняется, когда-то совсем древние люди пожирали лучик, да, и были счастливы, что они испытали вкус мяса самого сильного в своей стае, вот у них был такой виден несчастья, они считали себя очень сильными, сейчас вот такой сформировался вид понятия счастья, вот на наших глазах формируется новое что-то, почему оно обязательно должно быть плохим, вот это или вопрос, или проблема, не знаю, как будете выкручиваться, мое дело проблему обозначить, смотрите, если мы берем вот эти этапы развития общества, то сейчас принято считать, что мы в стадии постиндустриального общества, но некоторые называют это информационное общество, или общество знаний, и так далее, то есть у нас вот эта коммуникация, фактически вот информацию мы доведем еще до некоторого такого предела, коммуникация это ресурс, новая нефть условно, это когда вы имеете большое количество контактов, и вы можете решать все свои дела, используете самых недрузей в своих социальных сетях, то есть если вот вы учитесь на социологов, в перспективе у вас будет 100 контактов лучших социологов России, и вы сможете делать какие-то мировые гранты и так далее, если вы журналист, то у вас есть сеть ваша сформированная журналистов, и вы существуете в этом срезе, если у вас соответственно есть вот эта возможность обращаться к каждому в любой момент, вы чувствуете себя гармонично в этом обществе, следовательно, вы счастливы с самим собой, у вас есть много контактов, и вы понимаете, что вы состоялись как специалист, как личность и так далее. Ну то есть счастье, это когда испытываю некую гармонию с самим собой. Да. А что плохого тогда в этой модели технологии цифрового счастья? Он испытывает некую гармонию, ему хорошо. Есть вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дина, я просто хочу высказать свое мнение. Да, пожалуйста. Вот мы посмотрели видео, но мне кажется почему-то, что вот здесь счастье рассмотрено однобоко. Для каждого счастье свое, мне кажется, не только в коммуникации, для кого-то это труд, для кого-то это своя работа, и не знаю, вот, и счастье очень разнообразно, и только в коммуникации, мне кажется, рассматривать это очень узко, вот. И вот вообще, может, кому-то коммуникация вообще не нужна, кому-то, например, без коммуникации комфортно, и он хорошо себя чувствует. Просто хотел высказать свое мнение. Спасибо. Вот вы когда, да, вот вы сидите там на четвертом ряду, на третьем, когда вы туда заходили, вы совершенно не испытывали никаких мыслей о счастье, несчастье и так далее. У вас есть две ноги, вы ими свободно распоряжаетесь, у вас не возникает мысли, что вам придется залезть на этот ряд. Если бы у вас было повреждение ноги, вы сломали ногу или так далее, вы чувствовали бы каждый момент времени, что вы лишены чего-то, что вы не так полноценно, как могли быть. То есть, здесь рассуждения о счастье, я как будто бы их оправдываю, не совсем согласна с фильмом, о том, что современный человек как будто бы лишен вот этой подлинной коммуникации, поэтому он чувствует себя немного нестабильным, и вот он каждый момент думает про это, что вот как-то это, что-то не так, со мной. Видите, тут все сводится к тому, чему мы лишены. Вот же, например, вот фильм показывали, но там же вот вообще интернета не было, ну, телефонов, они тоже вот видели проблему, не было понимания от людей, все равно, все равно чувствовали какое-то несчастье, что ли, немного непонимания со стороны людей, хоть и не было электроники. то есть, не интернет, главная проблема наших сегодня из Китании, где счастье. Согласны ли вы с этим? Может быть, интернет просто меняет видение счастья? Да, Здравствуйте, меня зовут Оскар, и есть такой психолог, Михаил Чиксинг Михая, он писал про потоковую деятельность, и он рассматривал счастье, как, то есть, чтобы быть счастливым, нужно изменить качество получаемого нами опыта. И как вы думаете, эта фраза имеет место быть? Изменить качество опыта. Но вот как раз мы тоже, авторы фильма поднимают такой вопрос, что какого качества у нас сейчас общение, то есть, мы перешли, например, в онлайн общение, а что мы от этого получаем? Можем ли мы получить те чувства, те эмоции, которые получали в оффлайн общении? Здесь как раз поднимается вопрос опыта. Другое дело, что мы в это время не так много живем, и непонятно, к чему это приведет. Но то, что уже, например, есть определенные категории, которым сложнее общаться сейчас, выходить на улицу, выстраивать с незнакомыми контакты тяжелее, а легче пойти в интернет и там выстроить знакомства, какие-то даже деловые связи, мы это уже наблюдаем. Вот я думаю, Цукерберг, допустим, не совсем бы с вами согласился, потому что эмоции, которые вызывают вот его цифровые предложения, навязанные сегодня фактически всей планете, они ничуть не хуже тех, которые от личного общения. Сердечко, которое он купил, массу денег потратил на то, чтобы купить все вот эти знайки, которые мы сегодня активно ставим, лайкаем и так далее. с каким ожиданием и трепетом мы ждем появления первого сердечка в своем инстаграме, да, как они на этом играют, вырабатывая в нас эндорфин, да, вот этот момент, это счастье, да, признак того, что счастье пошло какое-то внутреннее в человеке, как они сдерживают алгоритмы долго-долго появления сердечек, ты начинаешь нервничать, а потом их вываливается кучка сразу, и что, и ты чувствуешься абсолютно счастливым, ни с кем не вступай ни в какие коммуникации, причем сказать, что это счастье какое-то ущербное, почему нет, эндорфин выработан, все хорошо, организм будет долго жить, давайте вступайте в дискуссию. Мне тоже хочется, наверное, сказать, во-первых, очень приятно было, наверное, посмотреть фильм, хотя я тоже с многими моментами не согласна, я почему-то начала думать в таком формате, если бы я была режиссером, о чем бы я снимала фильм, и про свое счастье, и про счастье, наверное, семьи, про счастье общества, про счастье в глобальном каком-то масштабе, и опять-таки встает вопрос, я не могу пока снять этот фильм, потому что я не понимаю, что такое счастье, то есть, соответственно, так как я социолог, мне нужны эмпирические индикаторы этого понятия, то есть, это физическое состояние, какое-то приятное, которое я испытываю, это чувственное состояние, которое мне, ну, то есть, предположим, если мы измеряем, вообще это состояние по десятибальной шкале, то есть, у меня было ноль, что-то появляется, и у меня плюс пять, плюс десять, то есть, это изменение в физическом состоянии, повторяю, в чувствах, в эмоциях, или в духовном, в душевном состоянии, то есть, вообще, получается, вот эти графики в какой-то момент у меня начинают увеличиваться, то есть, от нуля к десяти, в каком случае я бываю счастлива, или общество, есть же еще и счастье общества, наверное, почему бы и нет, то есть, или это индивидуальный показатель, или это групповой, то есть, по сути дела, фильм мне дал вот задуматься о том, что это такое, и, наверное, Полина Сергеевна правильно, первым делом задала вопрос, о чем вообще речь, что такое счастье, как его определить, то есть, на мой взгляд, все-таки это состояние, причем я могу испытывать вот этот позитив, и когда я одна, и когда я в вашей компании, и когда было совсем плохо, минус десять, и вдруг стало чуть-чуть получше, стало, например, вот ноль, это тоже счастье, то есть, когда происходит какой-то позитивный процесс в жизни человека или общества, это счастье получается? Ну вот, применительно к человеку, я понимаю, когда гормон счастья вырабатывается, тот самый эндорфин, неважно, где и в какой ситуации это произошло, в связи с чем. А вот про, я представлю, кстати, Мария Юрьевна Ефлова, можно поаплодировать, профессор, социолог, заместитель, директор института социально-философских наук и массовой коммуникации. А вот, что такое счастье общества, это вот как понять, значит, общество счастье, это не массовый психоз, это что это? Новый год. Я рассуждаю, я не знаю, то есть, это получается индивидуальный параметр, групповой или общественный, то есть, это состояние, ну, то есть, ну, как вариант, Новый год, да, мы все безумно счастливы, мы там, пьем шампанское, гуляем, мы все в ожидании этого счастья целый месяц, то есть, у нас есть... Ну, такое счастье, это не счастье, то есть, все ждут нового счастья, потому что все, что осталось, остается за спиной, был слишком плохим, да, нам хочется, чтобы в Новом году этого не повторилось. Ожидание, получается, это не только коммуникация, делание и ожидание еще, плюс ко всему. Ну, да. Ожидание сердечек, оно же, да, да, вот сейчас я запущу вот эти фотографии с красными креслами, это уже... И она точно увидит, какой симпатичный. Да. Ожидание получается, это тоже, ожидание чего-то хорошего, это получается, когда хорошо, это счастье, когда плохо, это несчастье. Так что ли, уважаемый философ? Что вы думаете по этому поводу? Ну, вот смотрите, здесь получается у нас такое парадоксальное, да, вот, амбивалентность, то есть, с одной стороны, счастье, это то, что мы не рефлексируем обычно. Если вы влюблены, да, у вас вот сейчас романтический вечер, вы не начинаете думать внутри себя, а серьезно ли это отношения, не бросит ли меня человек завтра. Если вы начинаете так мыслить, значит, это сигнал о том, что здесь что-то не так, значит, что ваша любовь не любовь. То есть, с одной стороны, счастье нерефлексируемо, но с другой, когда мы берем масштаб общества, мы всегда понимаем, что этот взгляд немножко исторический, немножко назад, то есть, мы смотрим, мы ждем счастье, а вот прошлый год, он был какой? Если мы, да, вот только оглянемся, тогда мы поймем, это был год счастливый, мы, оказывается, прожили его, все хорошо, никто у нас, не болел, все живы, здоровы, зарплату повысили, и так далее, и так далее. То есть, это момент, с одной стороны, рефлексивный, то есть, по прошествии времени, в конкретный момент времени вы можете не знать, что вы счастливы. а с другой стороны, да, когда вы находитесь в этом моменте, ваши мысли о счастье уже индикатор того, что есть поломка, вы же, да, вот как я говорила, не мыслите о себе, о своей ноге, о каждой руке, не будете сейчас идти по лестнице, думая, правая нога, левая нога, да, вы не думаете сейчас о своем вздохе и выдохе, вот сейчас все начнете думать, да, у вас нет с этим каких-то поломок. То есть, мне кажется, счастье, это такое достаточно, да, в каждом размере прибавляется какой-то новый параметр к счастью. То есть, его надо мыслить, наверное, так вот зонтично, да, вот на нескольких этапах по-разному. Это мое такое видение, не знаю, как вот по отношению к психологии каждого. У меня вот, наверное, пока Ольга Викторовна отвечает ко всем вопросам, если бы вы снимали фильм, о чем бы вы сняли, про какое свое счастье вы бы хотели снять фильм и взять интервью, то есть, что вы вообще под этим понимаете? То есть, Ольга Викторовна, извините, я вас перебью. Я хочу сказать, что вот если мы говорим о том, мы не можем сказать, что все, например, счастливы, есть какое-то общество, да, есть так, ну, я читала статьи о том, что говорят, вот, например, там, немцы счастливее, чем, например, американцы и так далее. Мы не можем сказать, потому что когда мы говорим все, это значит никто, мы, ну, насколько эти исследования, например, проведены качественно, и мы можем утверждать, что каждый житель этой страны испытывает счастье, я не знаю, там, бесконечное, безудержное и так далее. То, что касается Нового года, я бы здесь с Марией Юрьевной поспорила, потому что, ведь Новый год, если мы говорим, что у нас есть какой-то эмоциональный подъем, он есть благодаря нашим ассоциациям, то есть благодаря нашему прожитому опыту, который случился, и он у нас у всех разный. У кого-то этот опыт связан с праздником, может быть, это какие-то приятные ассоциации из детства, у кого-то Новый год, например, связан с какой-то утратой, это может быть утрата близкого человека, и, соответственно, для этого человека изначально, то есть, вот в данный период жизни, возможно, Новый год никак не ассоциируется с радостью, с счастьем, с гармонией и так далее. Наоборот, это такой триггер, который запускает его переживания, и мы сейчас подходим с вами плавно к тому, что это очень субъективно. Если мне кажется, что вот счастье, например, там, не знаю, в науке, то для кого-то оно в материнстве, а для кого-то оно в путешествиях, а для кого-то оно, чтобы все были здоровы и счастливы. И еще хотела бы обратить ваше внимание на колесо баланса, которое существует, такая техника, которую можно делать самостоятельно и смотреть сферы своей жизни. И здесь мы, наверное, говорим про то, что невозможно быть счастливым каждую минуту, но можно понимать, что вот сейчас мои сферы жизни, они гармоничны. Это дом и пространство, да, что я делаю с своим домом, своим пространством, достаточно ли мне там комфорта физически, психологически, уютно и так далее. У меня есть свои какие-то критерии, по которым я понимаю, что там по 10-бальной шкале я могу поставить, к примеру, там 8, а вот здесь мне что-то не хватает. Что происходит с моим здоровьем, ментальным здоровьем, физическим здоровьем. Если я в ресурсе, то я могу что-то дальше делать и получать удовольствие, от этого тоже зависит мое счастье. Что происходит с моим окружением, как выстроены мои коммуникации, мои отношения, гармоничны ли они, комфортны ли мне в них, или у меня есть какие-то нерешенные вопросы с кем-то, и мне важно сделать первый шаг, кому-то позвонить, встретиться, обговорить и так далее. Именно туда сосредоточена моя энергия сейчас. Именно туда уходят силы, переживания, и вот она, дисгармония. Как я провожу свободное время, досуг, есть ли у меня хобби, нахожу ли я на это время, что происходит с моим финансовым состоянием, что происходит с моей личной жизнью и так далее. То есть это счастье скорее про гармонию, когда мои сферы налажены на какой-то внутренний лад. Но человеческая душа – это не математика, и мы не можем сказать, что мы без конца в какой-то гонке за этим идеалом, может быть, совершенством, и вот нам нужно обязательно, чтобы по всем сферам жизни у нас было 10 баллов. Нет, это возможность задуматься, что если сейчас есть какая-то дисгармония, если сейчас есть какое-то снижение эмоционального фона, то, возможно, в какой-то моей сфере жизни что-то происходит, какой-то разлад. Тогда я могу проявить туда больше внимания, больше заботы и понять, как это можно улучшить, например. Ну, то есть счастье – это все-таки гармония с самим собой, в которой главенствует все-таки собственническое такое, чтобы у меня тут было хорошо, здесь было замечательно, и вот так вот я все-таки понимаю. Ну, мы еще, конечно, там… Удовольствия другого меня… Это к вопросу в общественном счастье. Счастье в обществе меня тут мало волнует в этой ситуации. Может быть, это и есть счастье на самом деле. Мы просто стесняем себя о том признаться. Хотим все быть лучи в этой жизни, да? Ну, давайте… Вот был очень интересный вопрос поставлен по поводу… Чтобы вы сами показали или актуализировали на экране, если бы вам дали камеру, время и возможность пойти изучить технологию счастья. Всем здравствуйте, я Алена. Ну, если бы я снимала этот фильм, я бы еще, наверное, опросила не только старшее поколение, ну, мнение не только старшего поколения бы взяла, а и наше в первую очередь, потому что, как бы, мы почти с самого начала в этом крутимся, и спросить нам комфортно вообще, нас все устраивает. Вот, если взять именно мнение старшего поколения, нам понятно, почему им это все не нравится, потому что для них это непривычно. Но у нас же все хорошо, допустим… А в чем вы крутитесь, вы говорите, мы сами в этом крутимся? Ну, у нас, скажем так, почти с самого детства интернет. А, то есть в интернете вы крутитесь, понятно. То есть, условно, вот мы студенты, и большая часть из нас из других городов, и интернет – это единственный способ, допустим, общаться с родными, близкими, которые остались в родном городе, или узнавать что-то новое о мире, и это намного проще, чем раз, не знаю, в год ехать домой, зная, что ты ни с кем не виделся, или, не дай бог, что-то случилось. Так намного легче. То есть я бы лучше спросила еще мнение нашего поколения. А вы сами себя чувствуете счастливым человеком? Нет. А почему? Чего он не хватает? У меня нет ощущения дома. Чувства. Физическое или какого-то духовного дома? Духовного. Духовного? Да. Спасибо. Еще кто-то, да, хотел присоединиться к авторам фильма? Да, да. Здравствуйте, меня зовут Диана. Я со второго курса направления социологии, и я бы хотела добавить, что счастье вообще странно сводить к чему-то одному, к материнству или к работе, или к коммуникации, как мы сводим сейчас. И молодежь, которая крутится в информационном обществе, для нее счастье и реальная коммуникация, и коммуникация в интернете, и материнство, и труд, и все. Мы видим информацию от других людей в других странах, мы видим счастье различное, и мы хотим всего разного. И, возможно, нам непросто общаться в реальном мире, но мы тоже к этому стремимся. Например, по своему опыту могу сказать, что мы с друзьями, например, решаем, что сегодня мы не используем гаджеты в нашей встрече, и общаемся только здесь и сейчас. То есть мы работаем над нашими отношениями так же, как и работали над отношениями раньше, просто немного по-другому. И мы достигаем счастья для нас и счастья для общества. Просто у каждого оно разное. К этому я тоже веду. Спасибо. Я знаю такие ситуации, когда молодые люди договариваются не использовать сегодня гаджеты и общаться только друг с другом. В ночных клубах, чтобы родители не достали. Отключаются все гаджеты, и все. И так весело, здорово. Реальное общение потом идет живое, настоящее в танце, как правило. Есть что сказать, да? Пожалуйста. А, вы... Ну вот сюда микрофон тогда передайте. Здравствуйте, меня зовут Данила. У меня был вопрос к спикерам. Вот сейчас идет такой век цифровизации, когда технологии очень-очень быстро развиваются. И вот мне интересно ваше точка зрения по следующему вопросу. Если человек изобретет робота, почти неотличимого человека с интеллектом настолько развитым, что он может походить на настоящего человека, что может случиться с людьми, с их пониманием о счастье и о отношениях как к такому комплексному понятию? Давайте так, вот вы первые ответьте на этот вопрос. Представьте, что я вас спросил. Если вдруг, не дай бог, искусственный интеллект все-таки появится, пока-то он улучшенный такой, да? И вот что-то такое за нас начнет мыслить параллельно с нами. Что бы вы лично делали и ощущали? Как себе видите такой мир? Ну, поначалу, в принципе, я себя не считаю одиноким человеком, но если вот этот искусственный интеллект будет в компании с тем человеком, у которого нет друзей, он поначалу будет счастлив. Но через какое-то время, я думаю, он поймет, то есть на подзнательном уровне, что что-то тут не так. Что вот, как было упомянуто в фильме, как человеку нужен человек. И постепенно он, думаю, вот как раз поймет, что надо от этого отказаться и жить в реальном мире. Но это вот моя точка зрения. А что вы под этим имеете в виду тогда? Ну вот смотрите, вот сейчас даже улучшенный интеллект нам позволяет. Смотрите, вы уж с ним общаетесь вовсю. Он вам подсказывает дни рожать друзей. Он вам переводит тексты с любых языков моментально. Причем нейросетка все лучше и лучше обучается. Уже не надо много языков учить. Он вам и тексты доставляет с огромной скоростью. Он вам действительно в период пандемии позволяет связываться с друзьями, безгранично общаться и не нарушать прежний ритм жизни. Вы лежа на кровати, там говорите, Алис, найди приличный фильм про. И она вам ищет. Что вас смущает? Потом вы почувствуете, что это плохо и откажетесь от этого. Да? Ну, возможно. То есть вы готовы от этого отказаться? Ну да, в какой-то степени. Какой? Это трудно сформулировать сейчас. Так, тогда пока спикеры, да, пожалуйста, включайтесь. Вот смотрите, есть фильм, не помню ни режиссера, актер там Хоакин Феникс в главной роли, который играл, как его зовут, который из «Раскрашенное лицо». Джокера. Джокера, да. И вот фильм с ним, она, там, как молодой человек влюбился в операционную систему и строил, снял буквально отношения, хотя она даже физически не была реализована. Здесь вот в чем трудность состоит. Когда вы, безусловно, вот у нас искусственный интеллект разовьется, вот я общалась там с некоторыми айтишниками, они говорят, действительно, почему нет? У них есть два лагеря, одни считают совершенно точно нет. Философия считает, что не может искусственный интеллект заменить сознание человека. Вы можете, там, у Серла китайская комната, доказательство того, что не может почитать. Но, в общем, есть другой лагерь, который считает, что да, искусственный интеллект на равных, мы будем с ним общаться. В чем трудность? Вот вы выберете общение с искусственным интеллектом, и что это будет в итоге? Это будет та самая ситуация, как вот вы заходите в свои социальные сети, и та реклама, которая есть вокруг, это реклама, как бы, исходя из ваших запросов. Ваш искусственный интеллект, с кем вы будете взаимодействовать, это будете точь в точь вы. Это не будет другой человек с другими мыслями, это будет то, что максимально удобно и зеркально для вас. То есть вы будете там общаться с самим собой фактически. Интерес искусственного интеллекта, если вам нравятся там игры определенные, это будут вот эти игры, и ничего более. То есть задача искусственного интеллекта максимально подстроиться под человека. А если этот искусственный интеллект не будет подстраиваться под человека, и будет именно походить на совершенно другого человека, будто вы его встретили на улице, и у него есть свои интересы, свои взгляды на жизнь, вот что тогда будет? Мне просто интересно. Можно я попробую ответить на этот вопрос? Я хочу, наверное, поделиться информацией. Есть очень интересный проект «Форсайт столетия». Тут объединились ученые, которые представили себе, как будет существовать общество, природа, космос через сто лет. Вот когда вы выйдете из этой аудитории, из этого помещения, вы загуглите, пожалуйста. Там буквально сто страниц, и очень коротко популярным языком социолог Лукша собрал вот в эти сто страниц, как мы будем жить с вами через сто лет. И, в общем, там очень много, на самом деле, интересных идей и в плане экологии, и в плане общения, и в плане строения общества. Но вот ваш вопрос, там, наверное, ученые отвечают следующим образом. То есть если сегодня мы выстраиваем какие-то авторитарные отношения, отношения контроля, то есть мы пытаемся в том числе с вами контролировать искусственный интеллект. То есть мы пытаемся вообще все с вами контролировать. И природу, и, я не знаю, всех субъектов активных, и животных, и экологию. А тут будет абсолютно новый качественный скачок, нам всем придется договариваться. То есть мы все будем абсолютно равными субъектами. То есть через 50, ну, через сто лет максимум. То есть нам придется сесть всем за один стол. Это будет сидеть и человек, и амеба, и инфузория туфелька, и медведь, и искусственный интеллект, и там кусок природы, дерево, и все. И нам придется как-то совместно договориться, как мы будем жить дальше. Ну, такой серьезный прогноз. Не будем пока его развивать. Не будем, я просто хочу. Абстракт. Кажется пока, да, абстрактным. Но вот по поводу того, что вы сказали сейчас, мне кажется, вы зря люди питаете. Вы уже давно сидите в этой хокамере, которую сами себе создали. Искусственный интеллект давно уже вами управляет в этом смысле. Давайте вот попросим сейчас каждого открыть главную страницу Яндекса, например, и она у нас у каждого будет разная. Они все подстроены уже под каждого из нас, под наш персонали, под наши геолокации, под наш образ жизни, да, которые фиксируются соответствующим, ну, как мы говорим, искусственным интеллектом. То есть мы уже в этом мире как бы и живем. Можно я что-то попросу? Да, конечно, я вот все жду, когда вот... Я хочу сказать, что сейчас мы пока находимся в таком, наверное, экспериментальном, в том числе и периоде, да, когда можно выбирать, да, вот здесь у нас офлайн-встречи, вот здесь у нас онлайн-встречи. Но если я вас правильно поняла, и мы сводим общение, например, к роботу, я, наверное, в пример приведу Олимпиаду, которая проходит сейчас в Пекине, зимняя Олимпиада 2022 года, где как раз из-за пандемии очень много внедрено роботов. И вот, ну, я слежу за многими журналистами, они показывают, что робот в отель привозит еду, да, и наш спортсмен пытается с ним вести какой-то диалог, там, робот не реагирует. Но вы говорите о том, что робот будет доведен, да, до некого вот очень схожего с человеческим интеллектом. Но мы видим, как спортсмены, например, там в зоне Kiss and Cry целуются, обнимаются, радуются, как им важно разделить эти эмоции себе подобным. То есть, насколько робот вот этот приближенный, да, к человеческому разуму, насколько можно будет приблизить человеческую душу. Мы говорим про сейчас, наверное, изучение в том числе нашего мозга. И как говорила, говорит Татьяна Черниговская, да, что мы делаем нереальные сейчас подвижки, мы компьютер, если наш мозг как компьютер, изучаем сами себя. То есть компьютер сам себя изучает. Это парадокс. И я хочу заметить, что у нас есть эмоции, у нас есть мимика, и у нас есть телесные контакты. Насколько робот сможет это... Потребность у нас останется в объятиях, в близости, в том, чтобы считывать интонацию, мимику и так далее. Если интонацию еще робот, да, сможет нам как-то транслировать, похожую на человеческую, то эмоции он сможет проговаривать, но он не сможет их транслировать, как транслирует человек. И поэтому это все равно будет в каком-то смысле иллюзия, в каком-то смысле суррогат, а в каком-то смысле качественный инструмент, продукт, который действительно нам где-то заменит, возможно, билетера в театре, где-то это заменит, заменит там официанта, да. Но если мы говорим о глубинных потребностях человека, организма, души, у нас все равно останется желание, я думаю, на теплое общение. Если мы обратимся в фильм, да, когда говорится о том, что такое любовь, что такое нежность, что такое ласка, что такое забота, то есть сможет ли вот этот вот агрегат дать нам то, что дает нам человек, когда мы сидим тет-а-тет. Я бы вот над этими вопросами начала задумываться. Ну, то есть это скорее даже, сможем ли мы, как там создатели, формализовать вот эту любовь в какие-то алгоритмы и передать это искусственному интеллекту? Здесь еще вот такой вопрос, он достаточно спорный. Вот доверили бы вы свою жизнь, да, искусственному интеллекту, как сейчас, например, часто в электрические машины, вот эта электрокара вставляет искусственный интеллект, который все определит за водителя. Да, то есть, смотрите, и вы, вот если вы доверяете искусственному интеллекту, сядете ли вы в такой автомобиль, не зная, какой выбор сделает машина в аварийной ситуации? Условно, вот все случилось, и машина решает, вас направить в столб, и погибнете только вы, либо вас направим в столб у людей, и вы выживете, да? Как вы, да, сможете договориться с искусственным интеллектом, если он будет обсчитывать ситуацию рационально, да, с одной стороны? То есть вот здесь вопрос. Я думаю, это вопрос привыкания. Мы же привыкли потихонечку садиться в такси, неизвестно с кем. Да, и мы даже не понимаем, с кем этот человек имеет трудовые отношения, потому что уберизация экономики привела к тому, опять же, искусственный интеллект, к тому, что этот человек своего работодателя отродясь не видел, да, сидя за рулем такси, имея какие-то с нами взаимоотношения, как бы отвечая за нашу жизнь, получая деньги неведомо от кого, он никогда в жизни не видел тот самый Яндекс, возможно, но вот у нас, мы же доверились, мы доверяемся, все, не глядя. Привыкли, просто привыкли, да. Если мы вспомним 50 лет назад, когда с ним посмотрите фильм, живем до понедельника, ведь мы знали, что человек, работающий в такси, это человек с не менее чем 20 лет безаварийного стажа за рулем, причем имеющий все виды там категории А, Б, там, С и прочее, и безаварийный, и обязательно работающий в таксопарке номер, имеющий свой номерок индивидуальный, да, и машина каждое утро проходит техосмотр, а он проверку на алкоголизм. То есть мы понимали это все, теперь мы ничего этого не знаем, знать не хотим, привыкли, садимся и едем. Но здесь у нас есть быстрая обратная связь. Как правило, многие в столб, к сожалению. Хороший у нас получилось, ну, опять что-то про коммуникацию мы, да, вот есть что сказать, давайте нам будем завершать. Надо все-таки нам как-то к счастью вернуться. Здравствуйте, меня зовут Милена. Я хотела бы дополнить одного из предыдущих спикеров, когда говорили о роботах и о том, чтобы сделать их человекоподобными. Мне кажется, дело в том, что помимо того, что робот не сможет удовлетворить все потребности человека, поскольку он не может имитировать мимику человека, голос. Дело еще и в том, что у самого робота нет никаких потребностей, у него тоже нет никакого стремления к счастью. То есть мне кажется, что человек вряд ли может быть счастлив, если он чего-то не дает этому миру, другим людям, если он не дарит каких-то позитивных эмоций другим людям. А какие позитивные эмоции он может подарить роботу, который в этом не нуждается. Поэтому, мне кажется, дело в обратной связи. Робот не может дать качественную обратную связь. Он не собирается это делать. Он вас воспроизводит. Да, а что сделать с человеческой потребностью? Он снимает ваши цифровые портреты, воспроизводит вас. Он вам дает счастье, как вы его сами себе нарисовали. Вы этого хотели? Пожалуйста. Он вам это преподносит в той или иной форме, в которой, соответственно, алгоритм позволяет на сегодня. Алгоритм будет более совершенный. Обучиться дальше. И на вопросы поцеловать, наверное, идет свой ответ. Метавселенная там обещает, что это тоже произойдет. И что? Мне кажется, что счастье в некотором смысле... Давайте туда, на 100 лет вперед. Все-таки хороший тренд. Это посмотрите. Через 100 лет вы же будете где-то здесь вот стоять и обучать тех, кто помоложе. Давайте тренируйтесь. Говорю, кстати, уверенно, потому что, опять же, искусственный интеллект позволит продолжить заметную жизнь людей. Лет 100 кратать на этой земле. Давайте думайте, как... Есть что-то сказать, вот там вот помочь, да? Как вы хотите? Ну, микрофончик тогда передайте, пожалуйста. Сейчас будем завершать. У меня отдельный вопрос. Да ничего страшного. Вы только не теряйтесь. Я ведь всего лишь на все обостряю, да? А вы-то точно знаете ответ. Просто, возможно, смущаетесь его сформулировать. Не смущайтесь. Если не здесь, то где? Вот еще вы сказали, что счастье равно гармонии. Это вообще хорошо ли, что люди, если будут всегда счастливы, то не будет какого-то прогресса. Если всегда счастливы будут люди, то не будет какого-то стресса. И без стресса не будет прогресса. Какой хороший вопрос. Хорошо ли это вообще? Можешь поаплодировать даже пока. Может ли быть счастье без несчастья? Я бы, наверное, сказала о том, что когда человек гармоничен с собой, как раз у него какие-то потребности закрыты, и он дальше развивается, он идет дальше. Вот это как пирамида Маслоу, да? Если я не нахожу безопасности, то я не могу думать, что дальше. Если я нахожу безопасность, я дальше думаю физическая безопасность, психологическая безопасность. Дальше я думаю, что покушать. А когда я покушала, я подумала, так, а тут, оказывается, есть кто-то рядом, и мне важно принадлежать какой-то группе. Дальше я думаю, а вообще в чем моя, я не знаю, миссия, предназначение? Я задумываюсь дальше и дальше. Другое дело, что, смотрите, если человек находится в дисграмонии, насколько он готов, как раз вы говорите, о каком-то про личностном росте, если у него не решены какие-то личные задачи. Если он в гармонии, он дальше как раз движется. Я не говорю о том, что человек познал истину, не знаю, в своих 20-30 лет, расслабился, и вот оно, счастье, только в этом, только в этом, только в этом. Я говорю о том, что гармоничная личность, она как раз приближается к этому. Такой, а ведь есть тезис о том, что мир все-таки двигают люди неудовлетворенные и делают его лучше. Вот когда ты чем-то неудовлетворен, следует немножко несчастье в чем-то. Ты все время стремишься чего-то изменить. А если ты всем доволен, как герой фильма, вот опять про Новый год, только старый Новый год, помните, там тоже не смотреть. Смотрите, очень хороший сценарий, сильные тексты. Когда у того, значит, сантехника, герой Евстигнеева спросили, ты счастлив? Счастлив. Почему? Что у тебя есть? Ничего нет. А что тебе надо для счастья? А все, что мне надо, у меня есть. Вот так вот крутился, вообще ничего у него нет. Он счастлив абсолютно тем, что ничего нет. Но он не двигает мир. А тот, который не удовлетворен, он унитаз сел изобретать, да, по-новому. Это я вас агитирую за кинематограф. Смотрите, смотрите больше и читайте. А сценарий можно даже автономно прочитывать, чтобы свой образ героев составлять. При этом давайте. Здравствуйте, меня зовут Аня, я с направления социологии. Я хотела заметить такой момент, что вот говорят, что счастье — это гармония. Но мы можем находиться не в гармоничных отношениях, например, с своим телом, либо с какими-то своими моментами и трудностями, но при этом испытывать счастье в какие-то определенные моменты. То есть, например, ты приезжаешь домой, у тебя есть негармоничные отношения в определенных сферах твоей жизни, но ты приезжаешь домой, и ты испытываешь счастье. Или, например, ты с командой выигрываешь определенный турнир, и ты тоже испытываешь счастье. И, возможно, здесь будет как раз групповое счастье, а не только какое-то определенное личное. И также, прежде всего, чтобы обращаться к вопросу вообще счастья, человек должен задать этот вопрос самому себе, поскольку многие люди определенный спектр положительных эмоций путают вообще с словом счастье. И то есть, если мы обращаемся к данному термину, то мы прежде всего должны его задавать самому себе. Что мы испытываем в какой-то определенный момент? Является ли это счастьем? Или это, можно сказать, имитация определенного процесса? Да, спасибо. Можно было поаплодировать. Я вот не знаю, что вы так... Не проявляйте свой момент счастья, когда слышите, будьте здоровы, и счастья вам. Леонид Григорьевич, вы так здорово нас настроили сегодня на фильмы. Вот был еще фильм «Москва слезам не верит». В конце фильма главный герой, когда подрался с... Вернее, победил хулиганов, они шли по дороге со своей знакомой, ну, дочерью женщины, с которой он встречался, и сказал, что мне вот не хватает для счастья стакана газировки. Пить ужасно хочется. Помните? Нет. Так вот, я хочу сказать, что если мы с вами сейчас вот сидим, нам, допустим, прохладно, мы не позавтракали, мы сейчас выйдем отсюда по обеду, мы будем, мне кажется, многие из нас абсолютно счастливы. То есть это, может быть, вообще счастье-то в малом. Может быть, не надо там в цифру уходить, куда-то в общение. Очень интересно. То есть, да, может быть, это действительно такой сиюминутный, неповторяющийся в этой жизни. Никогда, да? Вот вышли отсюда, а там вдруг весна началась. Уже здорово, уже счастье, да? Пусть на 15 минут, потому что через 10 минут все замерзло, мы будем падать. Уже будем... Так, 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 да, да. А кто смотрел фильм «Москва слезам не видит»? Вот уже больше. Спасибо вам. Чувствуется все-таки, Оскар делает свое дело. Ага, пожалуйста. Курпатов как раз таки в своем бестселлере «Красная таблетка» писал про то, что счастье – это определенный момент, в который человек испытывает счастье. Ну, вырабатывается гормон, и это буквально секунда, когда человек испытывает счастье. Считаете ли вы, что счастье одномоментное, что оно длится недолго, и все остальное время человек несчастен? Или же это что-то... Длительный период времени? Или, скажем так, все остальное время человек не то, что даже несчастен, а находится в поисках счастья, чтобы снова этот гормон у него был выработан, ждет эти свои смайлики. Да, тут слишком полярный, слишком амбивалентный. Вот здесь я сейчас счастлив, да, как Мария Юрьевна сказала, я согрелся, я счастлив, выпил стакан воды или там пообедал. Здесь вот я несчастлив, и тогда вот эти вот эмоциональные перегрузки будет человеку трудно выдерживать. Вообще, если посмотреть в саму этимологию слова счастья, мы его делим, здесь два слова, сей и час. То есть счастлив вот сейчас, в этот час, сей час. И поэтому, да, с Андреем Крупатом, безусловно, я согласна. И, конечно, это какие-то, ну, определяющие моменты, которые ведут нас, к испытыванию вот этих эмоций. Но кроме эмоций счастья, мы можем испытывать там радость, нежность, любовь. Мы можем испытывать большую гамму спектра, не сводя вот ко всему этому. Спасибо. Спасибо. Давайте мы сейчас будем завершать наше время. Кто-то еще хотел сказать? Давайте вот мы передадим... Вы тоже? Нет? Передадим микрофон. Я бы хотела немного подытожить дискуссию об искусственном интеллекте, как раз исходя из предыдущих высказываний, о том, что счастье – это очень часто непредсказуемые моменты. Сможет ли искусственный интеллект обеспечить ту непредсказуемость жизни, которая и наполняет жизнь саму яркими красками? И вот сможет ли искусственный интеллект имитировать счастье, которое заключается в непредсказуемости? Имитировать счастье или подарить вам счастье? Создать его. Создать счастье? Вот у меня сразу такой встречный вопрос, зачем его имитировать? То есть счастье, важно его проживать, его чувствовать, его испытывать. И как раз в фильме тоже звучало о том, что у нас благодаря иллюзии общения, когда говорятся про короткие смс-очки, про короткие контакты, про отсутствие глубины общения, а поверхностное общение, когда мы на самом деле не знаем, что человека окружают. Он выложил фотографию, и нам кажется, что вот его масштаб жизни, а он гораздо шире и так далее. Поэтому зачем счастье, или иллюзию создавать общение, иллюзию счастья? То есть мы и говорим о том, что важно, чтобы это было натурально, чтобы это было по-настоящему, чтобы это было качественно. И тогда мы улетворены, и тогда люди, с которыми мы взаимодействуем, это совершенно другое взаимодействие. Тогда то, что мы изобретаем, работаем, и отдаем, это тоже мы отдаем с другой энергетикой, с другим посылом, в другом качестве. С другой стороны, вот в этой постановке может ли он дарить счастье? Мы, собственно, про это и говорили. Ждете же сердечки, лайки. Это же подарок вам маленьких счастья. Просыпаетесь, вот как говорил, он почему-то говорил это в проблемном, один из участников фильма, в проблемном контексте. Просыпаетесь, у вас куча поздравлений с днем рождения. Я же искусственный интеллект подарил вам. Он разослал всем, кто, причем он же соображает, хоть он же искусственный, но уже интеллект. Он разослал всем вашим друзьям, и на всякий случай друзьям ваших друзей, которые так иначе замечены в тех сообществах, где вы тоже пересекаетесь, и вы получаете вдруг такое количество поздравлений. Вы счастливы в этот момент? Приятно же. А я не отзываю, почему. Потому что человеку самое приятное слышать свое имя по некоторым исследованиям. И здесь отсутствует как раз такая персофенизация. То есть, когда тебе отсылают смс-ку или какую-то цифровую открытку, но просто действительно не зная, какой... Нет, я про тот случай, где прям пишут. Дорогая, там... А, ну, то есть, если ты индивидуальный, да. Андрей Курпатов еще говорил о том, что не задумывается, праздную ли я этот праздник, или я атеист, или у меня другая вера, или там этот праздник вообще-то мне не нравится, и так далее. О том, что человек, абсолютно не зная меня, но находя там в книжке контактов, да, начинает вот эту вот массовую какую-то рассылку, и теряется такое вот индивидуальное, теплое, близкое общение. Спасибо. Значит, давайте так завершим. Все-таки вот отсылка к счастью, это когда тебя понимают, был достаточно хороший. Вот одной фразой емкой, каждый из вас может сказать счастье, и это... Давайте микрофон прямо, что называется, по кругу, да. Вот вы и начинаете первой, и передаете микрофон. Счастье – это... Ну, счастье – это когда тебя понимают, конечно же. То есть вы присоединяетесь? Да. Спасибо. Ну, вы тоже готовьтесь, за вами этот вопрос остается. Да? Счастье – это мелочи, которые нас радуют. Спасибо. Мелочи, которые нас радуют. Красиво. Счастье – это момент. Спасибо. Для меня счастье – это моя семья. Спасибо. Счастье – это прекрасное душевное состояние. Счастье – это заниматься любимым делом. А для меня счастье – это гармония и баланс в жизни. А счастье – для меня здоровье. Так, теперь вот вы передайте наверх, да, там прибежится микрофон, а здесь он пойдет по этому ряду. Счастье – это проводить время с друзьями и близкими. В какой-то степени даже не знаю, что для меня счастье, но, скорее всего, счастье – это все-таки тот определенный момент, который доставляет тебе неимоверное удовольствие. Спасибо. Счастье – это я живу, дышу, здорову. Счастье для меня – это когда мои родные живы и здоровы. Спасибо. Счастье – это когда тебя понимают без слов. Когда тебя понимают без слов. Спасибо. Наверное, как минимум, это отсутствие несчастья, а дальше уже каждый сама определяет гармонию, наверное, для меня с собой, со всеми окружающими, с родными. Спасибо. Так, теперь пошел второй ряд. Счастье – это когда близкие рядом. Для меня счастье – это приносить счастье другим. Счастье – это когда заниматься, чем хочется. Хочется заниматься. Ну как? Заниматься любимым делом, так вот так, да? Счастье – это здоровье. Это что? Здоровье. Ага. Спасибо. Счастье – это мгновение, в котором ты получаешь желаемое. Желаемое. Спасибо. Счастье – это ощущение дома, чувство, что у тебя есть где-то свое место и взаимопонимание с близкими людьми. Спасибо. Но все-таки вы сейчас про физический дом говорили уже, да? Нет. По-прежнему про духовную, да? Хорошо, спасибо. Счастье – это когда ты покупаешь любые книги. Любимые книги. Любимые книги. Какая редкость, да? Давайте еще раз поаплодируем. Заметьте, да? В университете все реже звучит слово «книга». Мы так много обсуждаем искусственный интеллект, который в том числе эти книги изучает, считывает и нам передает. Но само слово почти не звучит. Спасибо, что вспомнили. У вас еще была версия счастья? У меня, по-моему, счастье не надо зависеть от чего-то, кому-то, но, по-моему, мне кажется, счастье – это сейчас. Ну, как момент, какой-то данный момент. Спасибо. Счастье есть. А голодать – это не счастье, да? Счастье – это быть собой. Счастье – это любить и быть любимым. Почти конфликция, да? Счастье в других людях, в способности помогать им и делать других счастливыми. Спасибо. Для меня счастье – это когда не только ты помогаешь другим, но и другие помогают тебе в ответ. Спасибо. Я согласен с создателями фильма. Счастье – это социальное признание. Социальное признание. Спасибо. Это способность удивляться, что-то новое видеть, открывать для себя. То есть, что-то необычное. А если это необычное и страшное? Это новый опыт. Мы это переживем и будем сильнее. А, ну, то есть, все-таки вот так. Счастье – это новый опыт. Неизведанное. Спасибо. Для меня счастье – это жить, испытывая весь спектр эмоций. Спасибо. Ну, и теперь давайте подытожим ваше понимание счастья. Что человека делает счастливым три вещи – это любовь, любимая работа и возможность путешествовать. Но для меня, наверное, счастье – это как раз дар, когда мы можем не только его испытывать, но и осознавать, что я сейчас счастлив в моменте, в данную минуту, в данную секунду, в данной аудитории, к примеру. Поэтому это все-таки про момент, которые важно осознавать. Мне кажется, что счастье – это производная вашего опыта. Если вы с детства, например, знали, что такое любовь, вы никогда в этом не ошибетесь. Если вы знаете, что такое настоящая работа, вы всегда будете знать, как должно поступать. То есть счастье – это ваше очень личное. Это то, чему вас никто иной со стороны не обучит. Это ваша ответственность. Спасибо. Бурные ваши опыта с ним. Я благодарю всех за участие в этом. Я правильно все-таки предвидел? Нет точного ответа. Смотрите, полный зал собеседников, и у каждого своя версия. У каждого свой ответ после того, как мы полтора часа даже больше пытались хотя бы какой-то тренд поймать. И оказалось, что не все так. А тут надо как сенсорское исследование. Нам еще через 90 лет встретиться, еще раз. Я так понял, что мы уже договорились через 100 лет проверить, насколько верны те предсказания. Если мы не сможем прийти, вы нас позовите, мы приползем и поучаствуем в этой дискуссии. Вам желаю удачи. Было очень правильно сказано. Счастье есть, поэтому идите, поешьте и чувствуйте себя счастливыми в этой жизни. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»